Можно, у меня такой вопрос, пятый раунд заканчивается, и можно вот так выйти и сказать, отменяется бой, почему дотянули до пятого раунда и сказали, отменяем бой, можно было пятый раунд посмотреть? У меня вот такой вопрос, как думаешь? Ну это, наверное, к руководству лиги, но при этом рефери уже говорит, типа, пацаны, активнее, 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 ну типа, работайте жестче. У меня вопрос, Али ударник? Али ударник? Нет. Нет, нет, ты ответил нет. Али пытался его бороть? Пытался. У Рашида есть защита от борьбы? Есть. Если я, как Али, не могу тебя переводить, и мне приходится хотя бы у сетки работать, чтобы обманным маневром тебя все-таки затащить туда, я же показываю актив, я же не стою, просто не держу, бой останавливают. Нет, по ходу, по ходу, если... По ходу боя, Али, ну я думаю, по записки, как я странно зарел, Али выигрывал этот бой. Али пытался навязать... Наверное, суть в том, что это был бой... Ну вот, мы привыкли к другим боям Али. Понятно. Он злой. Но и к другим боям Рашида. Хорошо. Он умеет жестко... Согласен. Насчет Рашида я не могу ничего сказать. Я за него говорю. Али пытался бороть Рашида. Рашид у сетки очень хорошая защита. Он продемонстрировал это в бою с Коковым. И в бою с другими людьми. У Рашида шесть побед подряд в UFC. Мы... Нам не какого-то новичка дали, или не какого-то с улицы дали. Согласитесь. Бой пятираундовый. Я имею право ставить тактику на бой, чтобы я его проводил по своей сценарии. Чтобы я навязывал свою игру. Если у тебя хорошая защита, что мне надо было делать? Отпускать тебя и давай рубиться в стойке? Чтобы ты меня нокаутировал. Я опять прохожу, я тебя затаскиваю. Ты выворачиваешься. Я ему говорю. Я ему говорю. Просто снимите это. Я ему говорю. У сетки держи. И коленами. Коленами просто... Я подсказываю. Что я подсказываю? Бей коленами, забирай баллы. А его действие, Рашида, должен уйти от этих колен. Короче, разорвать, короче, вот эту дистанцию и уже свою игру навязать. Мы это ему не давали. И получается, мы свою функцию, свое правило выполняли, как оппозиция, которая выигрывает этот бой. Вот у меня в чем вопрос. Я понятно, если кому-то что-то не нравится, есть для этого судьи. Можно было до конца досмотреть. До конца досмотреть и... Буду вам мало вопросов задавать. Просто хочу, чтобы ты высказался. Вот. Да. Просто мы с тобой по-дружески, чтобы ты высказался. Вообще, ну, эмоции, в принципе, ситуация-то, наверное... Я раньше таких не встречал. Я не знаю, как его сейчас тибетам, но в душе. Я тоже встречал. Вот. Как тибетам, ну, в душе, да. Но в целом, ну, просто свои эмоции, что чувствуешь. Ничего не ожидал, просто... Почти, короче, до пяти раундов уже, короче. Раунд сколько осталось там по времени? Пятый раунд. Ну, должен был... Почти четвертого... Ислам, после четвертого раунда закончили бой? Нет. Пятый начали, короче, и остановили. Ну, еще не начали, да, да. Остановили сразу, короче. Пригоровали. Почему не было ногу? То есть мы привыкли, я, как болельщик, скажем, привык к взлому Али, который сносит своих оппонентов. Ну, я не мог сносить его. Он же у стенки хорошо защищается. Как вы все знаете, он не... Он свое дело, он дрался со мной. Я с ним... Ну, я же и гореть, я хотел повалить, не мог. Ну, как мог, я дрался, короче. Он тоже сказал, ну, патриоту, он сказал, я как могу дерусь, вот так, говорит. И он говорит, короче, я все видел, короче, бой остановили и все. Как ты считаешь? Ну, защита, как-никак, 6-4-5 проеков в UFC, он выиграл уже. Он тоже не подарок. Он тоже защищаться умеет, поэтому... Ну, все, по поводу Аллаха, я не жалюсь. Как ты считаешь, руководство будет какие-то там санкции применять? Ну, диалог вы будете? Инициативу проявлять, чтобы самим, может быть, встретиться с руководством, либо там с Мирбеком Соломбекович, либо, может быть, Алексей Яценко, или Асланбек Бадаев обсудить все эти ситуации, чтобы не было недопонимания. С Асланбеком поговорим, наверное, и, наверное, нас отпустят, я не знаю, посмотрим. Отпустят, в смысле? Ну, другие, другие лиги тоже есть, это, ну, посмотрим, как, у меня контракта нет, так что, ну, я свободен, окей, как говорится. А, у тебя закончился контракт? Да. Ну, на этот, на гран-при просто я подписал, на этот бой. А у самого, вот сейчас, я понимаю, что на душе сейчас, ну, неприятный момент, но сам же... Конечно, неприятный момент, 22-23 килограмма я гонял, короче, 70-800 я сделал, фейс сделал, поли-делал, короче, и, короче, дегалификация. Почему во втором раунде сразу не делали, вот так? Ну, а ты ассоциируешься, как, ну, человек, ИСЕ, всю свою карьеру на высочайшем уровне, ты провел в ИСЕ, самому, как бы сейчас, ну, несмотря, там, на эмоции, я понимаю, что тебя там разрывает изнутри, но хотелось бы, ты остаться дома, скажем так, или пока не можешь ответить? Если честно, я хотел вот этот гран-при поезд забрать, но, как вы видите, короче, у нас дегалификацию, короче, сделали, все управляло, а я не жалуюсь, посмотрим дальше, что скажем. Кто с Резидиком теперь, кто с Резидиком будет драться, вот это мне интересно. Ну, да, что-то, ну, я думаю, что это проблема, в принципе, и для вас, как для бойцов, неприятный момент, для всей команды, для болельщиков, и для лиги это большая трудность, что сейчас делать, какую замену, какой бой искать, кто будет сражаться с Артемом Резидиком. Конечно, неполноценный гран-при, короче, так считается, если посмотреть. Я понял тебя, желаю, чтобы все вопросы решились.